Будет или какой-то цирк, или не полян, что-нибудь будет. Но в принципе, скажется тот же. Сидеешь понемножку. Было нормально, но именно что-то с одной стороны одно. Я спрашиваю, не убивай меня, нет. Чем тебе та длина понравилась? Что ты хочешь опять повторить? Чем сейчас, допустим? Она очень такая прикольная тем, что когда ты зарастаешь, она выглядит более-менее нормально. То есть, если это другая стрижка, то ты чуть-чуть зарос, уже все, не алло. Надо стрижься заново. А она такая, причем чем больше она зарастает, тем она как-то прикольнее получается. Но вот сейчас уже такая длина, которая уже слишком, да. Она как бы и неудобная, и некрасивая, и вообще. Ну вот, это я уже 5 месяцев засидел слишком. То есть, можно было месяц назад точно уже стрижься. Уже длина аж сюда. Угу. Ты помнишь вообще, как было? Принцип такой, да. Оно же видно, в принципе, просто. Угу. Повторите, знаешь, это же не как формула в математике. Как это? Я хочу идентично. Сейчас тебе по ощущениям легче стрижешься чем-то. Да, первый раз ты вообще, конечно, была. Да, в красе. Такое, да, после 10 лет. Сейчас нормально. Ну я еще думаю, если коротко тебя посвидишь, все равно ты же привык с этим пробором. Как это будет, это защёлка? Я думаю, будет или какой-то цирк, или не понятно, что это будет. Ну если бы ты там захотел коротко, что там думали, какую-то стрижку там? Ну это ты прям думаешь, мне можно все что вот сделать. Ну просто, чтобы то, что выглядит, ты ложила в маму. Там будет, фю. Что, есть что-то, что можно? Не, я имею в виду, что ты же привык к волосике чик, этот проборчик. Мы сегодня уже вытягивать не будем, да? Кого? Утишком. А, ну да. А ты именно в жилетке, да, если ты не холодно? Не, мне вообще супер. Я именно такой думал, идти в кубке зимней или в жилетке. Вот, то есть когда недалеко, то я уже в жилетке хожу. А так, думаю, что я такой вышел, ну там вроде как-то не очень холодно, Просто все будет так солнечно, да. Да, но когда я вышел, я понял, что все нормально, да, то есть абсолютно нормально. И так даже смотрю на людей, которые в зиме хорьки, ну вот. Бедолая. Я знаю, что будут ходить еще до лета некоторые в шапках, но как бы... Я всегда, я почти каждый год помню этот период, когда некоторые уже на пляже в купальнике, но же тут озеро проезжаешь так на маршрутке и видишь этот пляж, купальники, а некоторые еще там колготы, ботинки, вообще... Я не знаю, что ты так делала. И тогда тебя стригла такой фигуровочный бритвый, помнишь? Ты еще спрашивала, что это такое? Потом ножницы, ну ты попробуй. Что, я же тебе говорю, будет еще по-другому. Но принцип остается тот же. Принципы по-другому, что-то нет. В общем, ну да, и вот как бы есть люди, которые... Ну, помню, раньше всегда тоже такой переломочный момент. Вот только когда ты снимаешь куртку, ты таким чувствуешь себя каким-то беззащитным. Вот, и всегда все как-то боятся вот начать вот там... Пускай кто-то, но не я, да. Прийти именно, да, вот уже без куртки, чисто в кофте. Всегда, да, именно ждешь, когда уже кто-то разделся, туда уже можно. Вот, а сейчас вообще-то я готов быть первым этим человеком. Уже зима уже не знаю. Без проблем, как бы. Просто у вас еще, знаешь, типа, ну брюки-то, или джинсы, а нам же, типа, если там туфли под юбку, это же вообще, типа, не, ну очень радикально-то, конечно. Я говорю, если раньше мне как-то немножко этот момент парил, то сейчас абсолютно. То есть важно только то, какая погода, и как я буду себя комфортно чувствовать, и все. Если все будут ходить в шубах, а мне будет жарко, то меня это не холошит. Сидеешь понемножку. Да, сидею немного. Давно начали? Да. Как постарел, так и начал. Жизнь такая нервная. Нет. Такая удлиненная, да, у нас челка была? Ну, как бы, да. Ты помнишь какую-то стрижку? А ты? Да. У меня есть видео, если надо. Красно. После тренировки захожу в это, в раздевалку, такой, называюсь, а там где-то два чувака пришли, я их раньше не видел, но у одного такая, типа, ну, такие более короткие волосы, но такая челка длинная, значит, достаточно. Ну, вот, ну, и тот второй ему, типа, такой, о, видишь, оказывается, это не ты здесь с самыми длинными волосами. Мне эксклюзива, а вам прикольно. Он, конечно, перешивал, что он должен быть с самыми длинными волосами. Вот, я такой захожу. И это еще, притом, омойщий тренер, так вот, у него еще длиннее волос, ну, он хвостик и завязывает, но я уже где-то мог сказать, это еще тренера не видел. Я еще сегодня ковыляю, как этот, чего-то вчера слишком на позвоночник, не вдруг, сколько на спину сделали, и ты к нему разогнулся. Это у Тёмы крепатура было, когда снег будто вывалят, мы на санки пошли, Захарчик, я, а потом, типа, вечером в магазин, а он говорит, пиши со мной, говорю, не хочу, лей так. Я говорю, а потом, ну, давай я тебя на санках повезу. Давай. Он не верил, что я уселась, я же в Сильбуре, ты так прилично туда. И, короче, греб вот это на санках утром потом, в воскресенье. Грибатура, почему? Я говорю, ну, ты же не каждый день на санках тут. Семью катаешь. Он же еще эти сугробы толком не расчищены, она же саму грузную, что снегу. В самом плане грибатура, это мой уже старый друг, но практически после каждой тренировки есть и нормальная тренировка. Ну, понятно, что несравнимая с первыми тренировками, когда ты просто вообще именно неделю отходишь, именно и не можешь вообще пошевелиться. Вот, но такая легкая она всегда бывает. Я один раз очень сильно там перетренировал эти икры ног, так я даже на работу не смог пойти. И я такой проснулся, я понимаю, что я по ощущениям, мне ноги не разгибаются. Очень больно вообще. Я такой звоню, чуваки, извиняйте. Я что-то перестарался в зале. Ну, мне важно, чтобы, знаешь, когда ветер подул, ты идешь, было нормально, не именно что-то с одной стороны одно, а дальше там еще две. Привет. 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 О, а ты здесь? Музе, а где? Я думаю, ты такая. Ты должен. Сахарчик. А что ты не на работе? А я поела, Андрей. Ага. Синяя, я не послала. Сноу, it's falling down. I've been longing for this Christmas. Пожжу. 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 Нужно лежать нормально, отлично. Можно без пробора вообще? Битлз. Я не высползал, помремаю еще. Ну, мне вот так нравится, когда без пробора. А мне нет. Итак, где моя расчесочка? Не, не делай так прям расческой, и то нет спрошита. Почему? Выбивали меня, нет. А как? Ты вон так раз, у тебя вот это получилось. Просто вот так. Ну, так просто, ну... Ты будешь привычка, я вышел. Пока непонятно, конечно, все такое пышное. Что, что непонятно? Ну, пышная, какая-то четкая. У нас тоже, кстати, прикольно. Непонятная. Угу. Как-то прям даже... Не знаю. Ну да, что-то отличается от прошлого раза. Но лучше, чем тут. Мне больше нравится. В тот раз я вообще не понимала. И я что-то ей утюжком их... Короче, я не понимала вообще, куда их слепить нормально. Сейчас классно. Вот так вот хотя бы, да. Чтобы оно типа и не на глазах, но и не совсем лысо. Типа тут спереди. Угу. Ну, то есть я так ее сфигурацию, что она не тяжело ложится. Угу. 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 Ты видишь, как красивенько лежа, так милашки такие? Ну, да, что-то лежит. Да реально, все нормально, ты так вообще. Знаешь, мы привычали, привычный случай, конечно. Да тебе долго будет непривычно, после стрижки еще недельку. Не знаю, я думаю, уже привык. Не знаю, посиди так с деликанцией, посиди.